В декабре 2011 года сотни жителей Бельгии, Франции и Голландии увидели в ночном небе неопознанный летающий объект ярко-красного цвета. Немного повисев в воздухе, НЛО сорвался с места, пулей пересек небосклон и скрылся за горизонтом. Очевидцы успели заснять на видеокамеры загадочное явление и распространили запись в интернете. Назревала сенсация. По всем признакам, это был, несомненно, корабль инопланетных пришельцев, встреча с которыми уже не подвергалась сомнению. Встреча с этим НЛО действительно состоялась на следующий день. Правда, не в Европе, а на территории России. Серый металлический шар оказался одним из фрагментов российского спутника связи «Меридиан», который нашим ученым не удалось вывести на заданную орбиту. Он упал, по иронии судьбы, на улицу космонавтов одного из сибирских поселков. Шар протаранил крышу частного дома, повредил печную трубу и застрял на чердаке. К счастью, никто не пострадал. Но очередные 2 миллиарда рублей налогоплательщиков вновь были выброшены в трубу в прямом и переносном смысле. А может, падение огромного количества ракет и космических спутников в последние годы? Это знак свыше? Своеобразное предупреждение о том, что на керосине и другом нефтяном топливе человечество далеко не улетит, а лишь в конец загрязнит и обескровит планету. И не пора ли уже переходить на экологически чистые технологии? Кстати, давно известные, но упорно отвергаемые фундаментальной наукой. Потому что никакие нефтяные фирмы и газовые не дадут возможность развиваться таким технологиям. Речь идет о развитии бестопливных технологий, с помощью которых можно получать энергию, не используя нефть, газ, уголь, ядерное топливо, а также и такие природные источники, как солнце и ветер, которые неэффективно применять в климатических условиях нашей страны. Современные технологии медленно, но верно ведут человечество к глобальной катастрофе. Интенсивное выкачивание нефти и газа – одна из причин участившихся землетрясений. Нефтепродуктами загрязнены моря и океаны. Чего стоит случай в Мексиканском заливе в 2010 году? Российские реки, Волга, Амур, Енисей, Ангара – на грани экологической катастрофы. И этот список можно продолжить. То есть все технологии, которые связаны с добыванием ресурсов, с сжиганием ресурсов, ничего кроме грязи, разрушений не приносят. Это лаборатория украинских энтузиастов по изучению бестопливных технологий. На столе трансформатор Теслы. Яркая катушка с толстой обмоткой снаружи и тонкой внутри. Экспериментаторы догадались соединить ее с обычным трансформатором и обогатили конструкцию собственными разработками. Я подсоединяю заземление к алюминиевому листу небольшому. Сейчас мы увидим, что электричество можно передавать на расстоянии. Лампа автономна. Она лишь соединена с заземляющим проводом. Ток подается на правую конструкцию, которая в метре от лампы. И, как мы помним, с ней не соединена. Однако лампочка почему-то загорается. По словам экспериментаторов, электромагнитное поле катушки Тесла преобразовало волновую информацию первой конструкции в холодный ток, то есть в электричество, которое буквально витает в воздухе. Этот опыт демонстрирует, грубо говоря, состояние среды, скажем так. То есть наша среда заполнена, как еще Тесла говорил, эфиром. А вот так светится неподключенная к розетке газоразрядная лампа, которую поместили в электромагнитное поле катушки Тесла. По сути, свободная и бесплатная электроэнергия, находящаяся вокруг нас, открывает человечеству путь невероятного прогресса и делает возможным создание вечных двигателей. Но почему фундаментальная наука так упорно не желает идти по такому перспективному пути? Во-первых, никому не нужно, а потом их спросят попросту, что же они делали эти сто лет. Да. Преподаватель, который преподавал, например, 30 лет абитуриентам, рассказывал про то, что этого нет, вдруг выйдет и скажет, знаете, я ошибался. Извините. Но кто нереально. Житель Мариуполя Николай Лазарев около 10 лет назад запатентовал модель бестопливного космического аппарата. Летающая тарелка работает на магнитах, а энергию, как и недавно показанная лампочка, черпает из окружающего нас пространства. На определенной скорости создается антигравитационное поле. Летательный аппарат можно использовать как для космических полетов, так и под водой, и даже для перемещения под землей. Если есть хорошие прочные тарелки из осми, то они могут летать и под землей, как и под водой плавать. Однако желающих вложить 100 тысяч долларов в строительство чудо-тарелки пока нет. Но каково же было удивление Николая, когда в интернете он увидел, что его запатентованный метод опробован в Японии. Правда, применен он в области мото, а не ракетостроения. Но суть от этого не меняется. Мотоциклу не нужно топлива. Его толкают магниты, которые черпают энергию из окружающего нас пространства. Такой мотоцикл развивает скорость до 150 километров в час. Он в семь раз эффективнее своего бензинового аналога. А стоит в пересчете на российские деньги 60 тысяч рублей. Но он не продается. Запрещен к серийному производству теми, кто получает сверхприбыли от продажи нефти, газа и угля. Не в интересах финансовых кругов, чтобы человечество пользовалось бестопливными технологиями и бесплатной неистащимой электроэнергией, находящейся вокруг нас. В объеме, заключенном, грубо говоря, в лампочку световую, обычную, вакуума, энергии вакуума столько, что можно вскипятить все океаны Земли. Но вернемся к Николаю из Мариуполя. Он дипломированный врач-гинеколог. И всегда был далек от какой-то инженерно-изобретательской деятельности. По его словам, бестопливные двигатели и космические тарелки он и не изобретает вовсе, а просто получает о них информацию свыше. Все началось с загадочной истории, предшествовавшей встречи Николая с инопланетными пришельцами. Сижу на лавочке, получаю информацию мысленно. Идет информация, хочешь встретиться с инопланетянами. Я так про себя говорю. Ну, так хочу. Они говорят, ну, ты должен сейчас подойти в книжный магазин, мы тебе покажем, где произойдет встреча. Я зашел в книжный магазин, открыл карту. Мне сказали, вот, Вологодская область, город Харовск. Не раздумывая, Николай поехал на Вологодчину. До пункта назначения он добирался вначале на самолете, потом на поезде. Причем денег за билеты не платил, поскольку их у него было очень мало. Мне сказали, как нужно действовать, чтобы я быстро попал туда. Я говорю, у меня денег мало, ну, мысленно про себя. Они говорят, ничего страшного, иди в аэропорт, сядешь на самолет и пролетишь туда, куда нужно. Ну, я, соответственно, все делал так, как они говорили. В результате я на самолете бесплатно долетел до Ярославля. В Ярославле я бесплатно сел на поезд. Как это было, это долго рассказывать я не буду. Николай благополучно прибыл на место, указанное инопланетянами. Оставалось пройти несколько километров до ближайшего леса. Но вдруг он телепатически получил новое задание. Инопланетяне попросили его на время избавиться от обуви и денег. Николай все так и сделал. Деньги положил в ботинки, а обувь спрятал под приметным кустом, в надежде забрать все это на обратном пути. Уже вечер был, голодный был, и зашел в один магазин. Продавцу говорю, я наберу у вас продуктов, а деньги поднесу вам завтра. Она говорит, хорошо. Она мне дала продуктов, хлеб, колбасы, что я помню. Я вышел с магазина, и сам себе удивляюсь, как она мне доверила. Я совершенно чужой человек. Просто такие мысли. Ну, думаю, ладно, как оно есть, так оно есть. Поужинав и переночевав под деревом, неподалеку от магазина, Николай с восходом солнца направился в сторону леса. Я подошел к лесу, увидел заросли ежевика, колючки. Думаю, как я буду босиком идти. Они говорят, иди. А я как стал идти, почувствовал, в какой-то я нахожусь невесомости. Вот сам себе не верил, что со мной происходит. Он шел словно по какой-то воздушной подушке. По крайней мере, его босые ноги не чувствовали траву. Не было и боли от соприкосновения с колючками. Наконец, Николай вышел на какую-то поляну. Вижу перед собой такой туман был, небольшой. И вижу, на поляне стоит тарелка. И перед... ну, летающая тарелка. Перед ней, соответственно, стоит инопланетянин один. Я остановился, и у меня сразу вопрос. Откуда вы? Как вы здесь? Я не растерялся, ничего не испугался. Николай наблюдал за происходящим, не понимая, водорствует он или спит. Как будто находится в глубоком гипнозе. Потом выходят еще с тарелки две особи, ну, такие же, внешностью. Внешность, кстати, похожа на людей, ничем не отличается. То, что обрисовывают там по телевизору, это, конечно, немножко привлечено. Они похожи практически на нас. Пришельцы сообщили ему много интересного о яйцеобразных конструкциях своих жилищ и о том, что образование на их планете для каждого ребенка сугубо индивидуальное. И что никто у них не болеет. И еще многое, многое, многое другое. Я стал мысленно задавать вопросы, и они отвечают мне. Вот мы с другой Солнечной системой. Почему прилетели, они так мне и не объяснили, я так и не понял. Но самое интересное, мне заинтересовал вопрос, как сделана летающая тарелка. Они говорят, мы тебе похоже, дадим эту информацию. Неожиданно все вокруг заволокло туманом. Не стало видно ни космического аппарата, ни пришельцев, ничего вокруг. Он закрыл глаза. А когда их снова открыл, то подумал, что все увиденное было сном. После всего этого я как-то отключился и очнулся на сеновале. Уже утром проснулся. И я не поверил, думал, может, это сон проснился. Встал и пошел опять к этому месту. Когда я подошел, я увидел это же самое место, вот эту тропинку, вот эти колючки. И я стал наступать, мне стало больно, и я понял, что это было на самом деле со мной. Но главное, что он узнал, за счет чего представители высшего разума перемещаются во Вселенной. Вот эта летающая тарелка, которую он запатентовал, работает от энергии окружающего пространства. По сути, вечный двигатель. Но проекты вечных двигателей по негласному закону не рассматриваются академической наукой. А те, кто ею управляет, на корню блокируют все исследования, связанные с получением вот таких свободных, бесплатных энергий. Мы видим, как академическая наука официально переродилась в академическую инквизицию. Она просто пресекает все попытки, так скажем, альтернативных, как они назвали исследователей, ученых, значит, пробраться к кормушке, потому что если начнут финансировать новое научное направление, это значит, что уменьшится финансирование старого. И поэтому идет борьба за кормушку и создана комиссия по борьбе за теплые места. Но есть и другая версия. С конца 19 века науку преднамеренно направляли на ложный путь. Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, Оппенгеймеров и других известных банкиров всегда волновала только прибыль. Поэтому надо было заставить науку внедрять технологии, основанные на использовании нефти, газа и угля. То есть тех источников энергии, на которые у них монополия. А все, что связано с получением альтернативных, бесплатных источников энергии, было для них крайне невыгодным и подлежало уничтожению. Это направление сулило переворот в энергетике. То есть финансовые кланы, которые владеют месторождениями нефти, газа и их продажей, они бы, во-первых, потеряли прибыль, но самое главное, они бы потеряли часть своей власти. Потому что нефть и газ для них это в первую очередь не прибыль, это власть. Это мировая власть, к которой они сейчас стремятся. Начало эры бестопливной энергетики относят к 1892 году, когда Никола Тесла изобрел резонансный трансформатор и получил на выходе энергию, многократно превышающую входную. С помощью всего одной турбины ниагарской газ и системы беспроводной передачи энергии Тесла обеспечил электричеством целый штат. Корреспонденты его спросили, откуда же берется энергия. Тесла ответил очень просто. Энергия берется из эфира. Я охлаждаю эфир и превращаю его энергию в электричество. После того, как журналисты разнесли весть о том, что из пространства можно получать любое количество энергии и передавать ее без проводов на любое расстояние, при этом не сжигая ни уголь, ни нефть, ни газ, состоялось экстренное заседание правительства США. Состояло совещание правительства Америки вместе с банкирами. Значит, разговоры, которые там были зафиксированы, они есть в книгах. И там приводится такой факт. Молодой банкир Бернард Барух, обращаясь к Моргану, говорит следующее слово. А вот тут в газетах пишут о каком-то Тесле, который хочет продавать практически бесплатное электричество. Если дело так пойдет, мы решимся монополии. Ну и после этого было принято решение о запрещении технологий Тесла. Патенты Тесла стали изыматься из библиотек, а его имя исчезло из печати. Банкиры, не мешкая, тут же постановили не принимать на рассмотрение никакие изобретения вечных двигателей. На деньги Ротшильда и Рокфеллера при академиях разных стран были созданы комиссии по лже-науке, которые до сих пор препятствуют разработкам и внедрению бестопливных технологий. Попытки ученых продолжать работы в этом направлении пресекались быстро и жестко. Чего стоят странные смерти сотен известнейших физиков, среди которых сам Пуанкаре? Были убиты и талантливые русские экспериментаторы Филиппов и Пильчиков. И, наконец, разработан план по устранению из физики самого понятия эфир. Для этого был создан проект под названием «Специальная теория относительности». То есть было решено изъять из физики понятие эфир. Ну, естественно, они стали искать физика для выполнения такой работы. И нашли его через своего родственника, банкира Аппенгеймера. Мать Альберта Эйнштейна в тот момент работала воспитательницей в семье банкира Аппенгеймера, который прекрасно знал, что ее сын интересуется физикой. В книгах про Эйнштейна рассказано много о матери Эйнштейна. Она очень заботилась о своем сыне и пыталась его пристроить, найти ему заработок. И вот нашла ему такую работу, с которой он успешно справился. Спецоперация по внедрению в науку теории относительности Эйнштейна была успешно реализована. Смешаны несовместимые понятия, в том числе пространство и время. Что изначально является грубейшей философской ошибкой. Область применения теории относительности – это единственная точка, когда скорость равна нулю. Вот тогда она действительно работает. Но что это такое за теория для одной точки, когда скорость равна нулю? И при этом мы обобщили на то, что это на любую скорость. То есть опять сделана ошибка обобщения. Есть уже доказательства о том, что скорость света, так сказать, преодолима. Что можно... Есть частицы, которые двигаются быстрее скорости света. Это доказано учеными. Это, ну, ломает теорию относительности на корню. И в какой-то мере подтверждает версию о том, что теория относительности была сознательно внедрена и раскручена, чтобы направить физику по ложному пути. Теория относительности является заказной теорией. И главная цель этой теории – не истина, а попытка запретить физике понятия эфира, чтобы не дать возможность развивать технологии, которые стал внедрять в практику ТСУ. Потому что любая страна, имея предостаточное количество бесплатной энергии, станет действительно независимой. И группа банкиров, стремящихся к новому мировому порядку, лишится власти. Вот эти властвующие семейства потеряли бы часть своей власти. Потому что нефть и газ, еще раз, это прежде всего власть. Деньги для них имеют второстепенное значение, потому что они владельцы Федерального резерва и могут печатать денег, сколько им вздумается. Понимаете? Вот такая ситуация. Для экономики России внедрение бестопливных технологий может стать настоящим прорывом. А бесплатная электроэнергия позволит не только обогревать дома, но и в любом холодном регионе строить многочисленные барники. Выращивать дешевые, экологически чистые овощи, фрукты и в любом количестве производить мясомолочную продукцию без консервантов и химических добавок. Ну, естественно, при наличии огромного количества энергии, дешевой энергии, экологически чистой энергии, при наличии, так сказать, теплиц, получения чистых продуктов без ГМО, это даст возможность увеличения населения беспроблемного, это даст возможность заселения неосвоенных сейчас районов. Перспективы огромные. На древних барельефах Африки изображены электрические лампы. Но откуда об этом могли знать люди до нашей эры? Ведь историки убеждены, что тогда даже науки как таковой не существовало. Но, возможно, гипотеза о примитивности древней культуры тоже выгодна именно финансовым кругам, которые стремятся скрыть правду о существовании до нашей эры бестопливных технологий. Мы же видим своими глазами, как даже в наше время переписывается история именно в угоду финансовым интересам кучки банкиров. Именно благодаря западной пропаганде молодежь США и Европы уверена, что победу во Второй мировой войне одержала Америка. Даже в некоторых российских учебниках истории основное место уделяется не героизму советских солдат и работников тыла, а военным операциям американских генералов в Африке. Но вернемся в более древние времена. Разве не могли многочисленные пирамиды Египта, других стран, а также пирамиды, которые сейчас находятся на дне озер и океанов, служить генераторами, передающими по воздуху электричество, от которого загорались лампы у всех земных жителей? Я считаю, что вверх нагрев самой пирамиды – это одна температура, внизу нагрев совершенно другая. Никто не измерял эту разность потенциала, как они работают. Могли ли пирамиды быть созданы в том числе и для дистанционной подзарядки инопланетных кораблей пришельцев? И потом, когда любые инопланетные корабли сюда прибывают, то, хотим мы верим или нет, это существует. Они заряжаются над этим пирамидом, они получают оттуда энергию. Как, каким образом? Мы просто не знаем. Но только ли от пирамид могут подзаряжаться инопланетные корабли? Как объяснить, например, нашествие НЛО в небе Ленинградской области? Весь март и апрель 2012 года жители Санкт-Петербурга наблюдали странные летающие объекты. Мы уже спать ложились. Ну, я, в частности, ложилась спать. Дети были в соседней комнате. И младший ко мне прибежал и кричит «Мама, мама, смотри, НЛО». Я отмахнулась на него и говорю «Да это звезда». Он говорит «Она движется». Я говорю «Да это самолет». Он убежал, назад бежит с очками, несет очки и говорит «Ты посмотри в очки». Ну, я как посмотрела, так и уже глаз не отвела. Известно много случаев, когда люди принимают за тарелки запуски ракет или другую технику. Так-то сначала подумали, там китайские фонарики уже запускают, они похожи. Безусловно, какая-то часть НЛО создана земными конструкторами. Более того, за НЛО можно принять звезды, планеты, метеориты, грифующие аэростаты, ступени ракет. Часто миражи, подсвеченные облака, полярное сияние, болотный газ, да и просто солнечный зайчик может показаться НЛО. Но есть примерно 10% наблюдений неотождествленных. То есть исследователи в 10 случаях из 100 наблюдают объекты, имеющие явно неземной характер. Впечатление, конечно, очень интересное. Там я увидела такую выпуклую пирамидку, и она все светилась огоньками красными. Ну и стала смотреть. Это было 23.55, я так на время посмотрела на телефоне. Вот. Ну и наблюдала. Она как бы перемещалась. Похоже, что загадочные объекты в небе Ленинградской области это не оптический обман. К тому же исследователи и военные сходятся в одном. На земле такой техники не существует. У аппаратов были бесшумные двигатели. И эти объекты не отражались на радарах. Ну вот потом наблюдали за ним, сколько, минут 30, наверное, где-то, 20 висело там. Три, ну, три раза, ну, в общем, появлялась, исчезала три раза. От него маленькие еще объекты отлетали. И к нему тоже прилетали. Это не могли быть осветительные ракеты, поскольку они не светятся так долго. К тому же световая люстра на парашюте опускается. А наблюдаемый объект, от которого отлетели точки, строго стоял на одном месте. Смотрю, опять к нему стали подлетать маленькие огонечки, такие красненькие. Они и справа летели, потом снизу летели, и слева летели. И она, получается, вот этот объект, или, не знаю, как назвать, пирамидка, она как бы тускнела, стало ее плохо видно быть. А потом она опять начинала ярче гореть. И вот когда она ярче загорается, потом, смотрю, к нему, эта маленькая точечка красная подлетает. Вот. И вот так вот она... Ну, их очень много было. Их штук 10, наверное, если не больше было этих точечек. Установлено, что появляющиеся в Ленинградской области НЛО постоянно зависают над над геологическим разломом, проходящим по дну Ладожского озера. Любопытная деталь. Все пирамиды мира тоже построены в местах геологических разломов. Видимо, в таких аномальных местах сконцентрировано огромное количество энергии, которую летающие тарелки могут использовать, например, для дозаправки. По моим ощущениям, что там измененное время. То есть там скорость времени течет по-другому. Именно вот эти вот энергии в измененном времени могут работать, давать электричество. Потому что ведь никто не знает, какие там работают вихревые потоки. А вот физик Александр Кушелев придерживается несколько иной точки зрения. По его словам, инопланетян наша Земля как источник энергии не интересует. Ну, начнем с того, что подзаряжаться космический корабль может прямо там, где он находится. Потому что эфир-то он везде. Александр Кушелев считает, что корабли инопланетян настолько совершенны, что подпитываются из окружающей среды. На нашей планете пришельцы решают другие задачи. Земля для них – это настоящий клондайк. Земля как источник энергии никого не интересует. Она интересует как источник редких и рассеянных химических элементов, дырах металлов. И поэтому, если разобраться, что такое пирамиды, это на самом деле диэлектрические рефлекторы, причем активные. То есть это источники энергии, которые позволяют прогревать месторождение. То есть эти пирамиды, они ставятся либо, скажем, на отложение намулитов, как вот в Египте, или, скажем, где-то на месторождении в Мексике рядом с вулканом. То есть это непростые места, это разломы, где накапливались дырак металла. По версии Александра, с помощью высоких технологий пришельцы в местах разломов добывают драгоценные металлы. Когда летающая тарелка подлетает к зоне добычи, она начинает вытягивать своим электрическим полем ионы золота или другого драгоценного металла. Скажем, галлия, который необходим инопланетянам для создания техники со сверхвысокочастотным излучением. А также для производства суперкомпьютеров, работающих в сотни раз быстрее наших земных, кремниевых. Расплав, электролиз, драгоценные металлы вытащили. В Египте, по моим оценкам, 10 миллионов тонн драгоценных металлов добыто. И все, и на свою планету. По словам Александра, такой способ добычи драгоценных металлов оставляет на Земле следы в виде кругов на полях, размягченных и искривленных деревьев. Нередко всего за одну ночь трава и листва на больших площадях могут поменять цвет. А у нас в огороде на следующее утро вся растительность стала лимонно-желтого цвета. А крапива у дороги тоже как лимон стала. Ту ночь Людмила не забудет никогда. Однажды летом она поехала на дачу. Ее домик находился в одной из деревень во Владимирской области. Это Владимирская область, Гороховецкий район, вот древний город Гороховец. И оттуда, ну, совсем рядом уже, деревня Мелкишево. Мещерские леса, болото. В общем, ну, мрачноватое такое место. И мой дом стоял, домик, который я купила для детей, он стоял на отшибе. Встретившись с соседками по даче, она провела чудесный день. Достали солений, вместе приготовили плов, шашлыки. Спиртного они не употребляют, но и без него было весело и хорошо на душе. Солнце катилось к закату. Потом я решила переночевать, не идти к лавочке, к соседке, а переночевать у себя. Вот. И приходим мы туда, сразу как-то усталость навалилась, уснула. Около 12 часов ночи она проснулась от ярких лучей, которые били в глаза через окно. Откуда прожектор? Подумала Людмила Спросоня. У них и электричество-то включали по праздникам. Там электричество иногда включали. Но вот когда начали эти прожекторы по окнам бить, то уже свет погас, конечно. Собака среагировала тоже очень неожиданно. Она нырнула под русскую печку и оттуда до утра не вылезала. Я ее звала, как-то мне веселее с собачкой. Людмила смотрела в окна. Она увидела, как с неба к холмам абсолютно бесшумно опускается странный объект, не похожий ни на вертолет, ни на самолет. И я смотрю в окно. Лучи тоже какие-то необычные. Они не красные, а розоватые эти лучи. И какое-то лунное мерцание. И я выглянула в окошко еще раз. Смотрю с неба вот эти вот лучи. А потом начал опускаться такой вот летательный аппарат в виде сигара. Причем вокруг своей оси он поворачивался. Чувство тревоги в этот момент у нее, конечно же, было. Но любопытство пересилило все нехорошие мысли. Уже у самой земли эта сигара зависла. Совершенно неподвижной стала. А потом быстро-быстро стала подниматься вверх. И очень стремительно в небо и только ее и видели. На следующее утро Людмила решила посмотреть на то место, над которым ночью завис странный аппарат. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что трава и листва во всей округе от холмов и до ее дома пожелтели, а местами даже стали чернеть. Ну, деревенские так говорили. Ты, Людмила, не беспокойся. Вот. Это, наверное, кислотный дождь прошел. Александр Кушалев утверждает, что случай с Людмилой, которая стала очевидцем цепочки событий от появления летающей тарелки до изменения цвета растений, это и есть те самые технологии высокоразвитых цивилизаций по добыче на Земле драгоценных металлов. Ну, я так представляю, что в радиусе 40 световых лет живет как минимум полсотни разных цивилизаций, которые могли долететь до нашей Земли. Вот. То есть у них, у всех развитие выше нашего, поэтому они могут между звездами и между, значит, планетами летать. Вот. Ну, те, которые попроще, они похожи на нас, их легче понять, у них техника, как бы, вот, следующий для нас шаг это их техника. То есть техника, работающая не на топливе, а на энергии окружающего нас пространства. От реактивной струи далеко не улетишь. Так что все вещество в струю уйдет. А раз есть эфир, то от него можно оттолкнуться, как рыба от воды. И вот в 92-м году я как раз испытал двигателя рыбьей волны. То есть это крест с шариками, и когда возбуждается электрическим током, то возникает сила, которая действует с одной стороны на эфир, а с другой стороны на этот объект. И он отталкивается не от реактивной струи, а от радиоэфира. Вот. А раз это можно сделать, и экспериментально подтвердилось, значит, летающие тарелки сделать вполне реально. В молодости он сделал вывод, что окружающее нас пространство имеет свойство кристалла. А у кристалла оси симметрии напоминают религиозные символы. Кресты, звезды, полумесяцы. А значит, двигатели такой формы могут получать энергию из пространства, а также многократно ее усиливать, подобно катушке Теслы. После того, как был испытан двигатель, я решил найти источники энергии. Я обнаружил на крестах трезубцы. А трезубцы, по легендам, это, значит, оружие богов, которые могут делать молнии. А молнии – это то, чем я питал крестовой двигатель. То есть круг замкнулся. Дальнейшие исследования привели его к выводу, что религиозные сооружения различных эпох, готики, ренессанса, барока и так далее, копируют конструкции звездолетов, инопланетян разного уровня развития и разных цивилизаций. К примеру, пикообразная архитектура Средневековья отразила самые простые корабли. Более совершенные модели по своему строению напоминают храмы эпохи классицизма. Заметим, что в 20-м и нынешнем веке, когда появились многочисленные свидетельства о существовании сферических НЛО, архитекторы стали постепенно склоняться к проектированию сферических сооружений. Выяснилось, что такие здания энергоемки, то есть хорошо накапливают и удерживают тепло. Совпадение? Или очередное появление инопланетян все же влияет на развитие земной цивилизации? Александр Кушелев доказал, что двигателем у летающих тарелок могут быть рубиновые шарики или другие кристаллы, которые надо всего один раз зарядить в ускорителе, который находится, к примеру, в дубне и представляет собой супермощную микроволновую печь. И тогда через кристаллы потечет неистощимая энергия из окружающего пространства. А сама система заряженных рубинов превратится в высокочастотный генератор, который станет вечным двигателем и позволит любому космическому кораблю путешествовать во Вселенной без всякого топлива. Физики, они настолько загнали себя в тупик, то есть до тех пор, пока они не хотят видеть в упор среду, эфир, до тех пор они не смогут из нее взять энергию. Но если кто-то сделает прорыв, например, вот мы включим рубиновый генератор, покажем, как он работает, ну и все, вся эта фундаментальная система с эфиром уйдет в прошлое. Однако всем его разработкам 20-летней давности пока не дают хода. Ведь внедрив подобные технологии, Россия за несколько лет может стать передовой страной, независимой от чужих экономик. Но этому препятствуют определенные круги, поскольку мировой порядок, выстраиваемый элитой англосаксов и основанный на монополии газа и нефти, сразу же рухнет. Миром руководят именно представители этих кланов. Ну, в литературе их обычно называют в основном кланами или группами Ротшильдов и Рокфеллеров. Ротшильды командуют в Европе, Рокфеллеры в Америке. Но в целом это одна система, которая сейчас пытается построить так называемый новый мировой порядок. То есть систему глобальной диктатуры. Об этих планах общественности рассказал американский кинопродюсер Арон Руссо, который был в дружеских отношениях с семейством Рокфеллеров. Однажды Руссо присутствовал на совещании, где финансовая верхушка обсуждала план по устройству нового миропорядка. Для начала надо было взорвать башни близнецы. Затем объявить всему миру, что это сделали несуществующие террористы. По этой причине вторгнуться на Ближний Восток. Захватить Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, Иран, чтобы отобрать у них нефтяную трубу. Рокфеллер смеясь сказал Арону Руссо, что войну с терроризмом никогда не выиграют. Как можно выиграть войну, в которой на самом деле врага никакого нет? Ложь и лицемерие. По словам Руссо, он увидел в каждом поступке финансовой верхушки. От создания Федеральной резервной системы в начале 20 века, нужной для того, чтобы сделать доллар главной мировой валютой и незаметно привязать к нему деньги всех стран, а затем постепенно поработить мир своей денежной системой, не подкрепленной золотыми запасами. Арону Руссо очень не понравилось то, что замышляют Рокфеллеры, и он спросил, зачем вам это все нужно? Ведь у вас все деньги, вся власть. Зачем вам это нужно? А ему Рокфеллер ответил очень просто. Затем, чтобы каждому вставить чип. И вот когда они каждому вставят чип, и этот чип будет подключен к единому контролирующему центру, их цель будет достигнута. То есть каждый человек будет полностью подконтролен, его финансы, его личная жизнь. Шаг вправо, шаг влево, отключим чип. Так рассказал Рокфеллер. Вот это их главная цель. Все очень просто. И вот выстраивание этой электронной диктатуры идет практически уже два десятилетия. Как только они узаконят вживление электронных микрочипов, то сразу же дадут команду по внедрению бестопливных технологий. Ведь с помощью чипов можно контролировать количество потребляемой из воздуха электроэнергии на душу населения. То есть по сути бесплатный электрический ток они сделают платным. У людей неугодных системе микрочипы будут отключать. То есть вольнодумцы будут лишены средств к существованию и обречены либо на рабство, либо на гибель. Планета Земля превратится во всемирный электронно управляемый концлагерь. В интернете можно найти множество высказываний представителей мировой риты, которые говорят о необходимости сокращения населения не просто в 10 раз, а в десятки раз. То есть это действительно людоедские программы. Эти люди, представители элиты, они вообще говоря, ненавидят все человечество. Они хотят иметь небольшую группу рабов, которая бы их обслуживала. А вся Земля, вся природа в первозданном виде должна достаться им. И лишние люди им просто мешают. И все же эти варварские планы можно разрушить. И один из путей внедрения в России бестопливных технологий. У нас есть разработки в области бестопливной энергетики и в области холодного ядерного синтеза. Это две конкурирующие технологии, но они являются очень хорошей альтернативой тепловым станциям. То есть электричество, стоимость электричества после внедрения таких установок резко снизится. и экономика будет развиваться огромными темпами. По разным предсказаниям 2012 год станет переломным в развитии человечества. Продолжит ли мир идти к рабству и глобальной катастрофе, паразитируя на земных ресурсах? Или найдутся силы, которые поменяют ход истории? Ответ на этот вопрос сегодня во многом зависит. от России КОНЕЦ